Вообще тема эмоций достаточно такая плохо исследованная с практической точки зрения. По крайней мере те материалы, которые я копал, они меня всегда удивляли какой-то своей плохой применимостью. Если вы там откроете какой-нибудь учебник, посмотрите, что такое эмоция, там будет описано, что эмоция – это такой способ реагирования организма на изменения в окружающей среде, ну что-то такое, это все очень круто, только непонятно, что с этим делать. Ну реагирую я вот так. Ну отсюда, соответственно, всякие идут суверия о том, что, ну типа там просветленные, проработанные люди, у них вообще нет никаких эмоций, зачем они нужны, ходишь, ни на что не реагируешь, такой весь просветленный. Ну и тем самым теряется весь предмет, потому что на самом деле эмоции, они возникают, у них есть некое предназначение, есть некая подоплека. И вот как раз Роберт Плотчик, он такую выдвинул гипотезу техническую, что у организма есть какие-то базовые потребности, связанные с выживанием в этом физическом мире. Ну и, соответственно, каждая эмоция, она связана с неким физическим действием, направленным на адаптацию к чему-то там. Вот. И можно как бы собрать какие-то базовые потребности и попытаться как-то там сопоставить, каким эмоциям они относятся, в основе каких эмоций они лежат, ну и всякое такое. То есть, по его теории получается, что даже у амебы, у которой по идее нет ни лимбического мозга, ни каких-то там структур, которые обрабатывают эмоции. Все равно эмоции в каком-то смысле есть, потому что амеба, она живая, она тоже питается, там переваривает, там, да, выделяет экскременты, убегает от опасностей, ну и всякие такие действия совершает, чтобы, в общем, выжить, потому что она тоже живой организм. Вероятно, она не переживает, хотя мы проверить не можем, может она тоже переживает, уж нервничает, попадает в кипяток или что-то такое. Но действия мы определенно точно наблюдаем. И наверняка вы, если интересовались когда-нибудь темой эмоций, встречали разные схемы, когда указывают, там, пять базовых эмоций, четыре базовых эмоций, вот, в разных, там, описаниях, там, да, ну, я не знаю, есть, там, типа, бей-беги, например, да, там, встречаешься с опасностью, значит, либо, ну, видишь угрозу, значит, либо, там, надо с ней как-то победить ее, там, или убежать как-то от нее надо, вот, потому что как-то надо ситуацию улаживать, вот. И есть, там, пять базовых эмоций каких-то, там, что-то еще добавляется, вот. Ну и, соответственно, плучик, когда там разбирал эти штуки, у меня получилось восемь базовых потребностей, вот, я их сейчас там потихонечку буду вам рассказывать, какие они, восемь пар на самом деле, ну, вот одну из них я вот даже проговорил, там, бей-беги, да, это, с одной стороны, бей, это эмоция гнева, злости, да, там, стимульное событие, это некая опасность, ну, и она мне мешает, там, да, там, препятствует достижению желаемого, да, нужно как-то ее там пробить. Второй вариант – это тоже опасность, только опасность сильнее меня, соответственно, нужно как-то ее избегнуть, чтобы она меня, там, не продавила, не пробила, там, может, что-то такое. Ну, есть еще, там, три пары, которые тоже можно описать, я их сейчас, там, потихонечку опишу. Если что, этот компас там вот описан. Вот, перед тем, мы, там, по этим делам дальше пойдем, ну, идея такая, да, я ее многократно на лекциях повторяю, еще раз поговорю, там, очень простая такая моделька, да, что, что такое эмоция, да, эмоция – это энергия, которая возникает у живого организма, у любого, по идее, да, в момент, когда то, что есть, не совпадает с тем, что ему хотелось бы, или тем, что нужно, да, то есть желаемое не совпадает с действительным, и, соответственно, возникает потребность совершить какое-то действие, чтобы эти, ну, как бы, чтобы то, что есть, совпало с тем, что хочу, или тем, что нужно, да, и вот возникает какая-то энергия, которая побуждает организм, ну, что-то делать, как-то там, перемещаться в пространстве, совершать какое-то физиологическое действие, что-нибудь такое. Вот эта вот энергия, собственно говоря, она и мозгом нашим считывается как некая эмоция, И в идеале, если смотреть на вот эти базовые такие телесные потребности, там как бы все очевидно. Проблема в том, что человек, он не совсем животное, местами даже вообще не животное, да, и, соответственно, эти базовые прошивки, они у него не срабатывают. То есть там в ситуации, когда возникает, например, какое-то препятствие или враг, далеко не всегда злиться на него является оптимальной реакцией, потому что он это не решит никаких проблем. Ты просто будешь ходить злой, и все, ничего это не решит. Ну, соответственно, вот такая возникает проблема. Но, тем не менее, да, вот это определение эмоций, оно очень понятно, очень простое. Если даже посмотреть в этимологию, да, эмоция, он буквально побуждающая к движению. Это вот, короче, сижу-сижу, тут что-то меня припекло, ну, что-то надо делать. Но вот и вот возникает какая-то эмоция. Она может быть разная, да, там, если вот, ну, в нашем примере страх или злость, там, да, страх это скорее, типа, надо отсюда куда-то свалить, убежать, избегнуть, как-то уклониться, да, если, соответственно, гнев, то это вот напасть, атаковать, там, схватить, там, пробить, я не знаю, что такое. Субтитры сделал DimaTorzok